Приветствую министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову! Ребята, еще раз поприветствуем! Спасибо, спасибо большое! Спасибо за приглашение, это уже второй раз, когда мне предложили приехать сюда и выступить перед участниками смены территории смыслов. Как я понимаю, здесь преобладают специалисты в области национального вопроса, межнациональных отношений. Это тема, которая сейчас становится одной из наиболее острых в мировой политике. И практически любой кризис, который так или иначе стоит на повестке дня в международных отношениях, связан с обострением межнациональных, межрелигиозных противоречий, межэтнических противоречий. И это приходится учитывать в практической политике буквально повседневно. То, что происходит на Ближнем Востоке, на Севере Африки, прямой результат очень неграмотного, непрофессионального отношения к ситуации. Это результат, в общем-то, более крупной тенденции, которая сейчас наблюдается в мире. Противоречие между объективным процессом формирования полицентричного миропорядка, в котором много центров силы, много центров влияния, и, с другой стороны, стремлением стран Запада, которые несколько столетий считались законодателями мод в мировых отношениях, стремлением этой группы стран любой ценой, без преувеличения всеми средствами, сохранить свое доминирующее положение. Понятно, что это никому не удастся, это в истории тоже никому не удавалось, даже в колониальные времена приходилось как-то договариваться, а не диктовать свою волю. И тем более это не удастся сейчас, когда биполярная система советско-американского противостояния исчезла, когда больше нет Варшавского договора, когда больше нет идеологических противоречий, но когда наряду с Европой и США поднимается в качестве экономического гиганта Китай, Индия, Бразилия, африканский континент считается богатейшим с точки зрения природных ресурсов, то есть появляются новые центры экономического роста, соответственно, финансового влияния с экономической мощью и финансовым влиянием приходит и влияние политическое. И в стремлении свое доминирование сохранить наши западные партнеры, к сожалению, действовали, ну просто по-русски говоря, как слон в посудной лавке. В Ираке под ложным предлогом было объявлено свержение режима, туда вторглись американские и другие натовские войска, свергли под ложным предлогом поиска ядерного оружия и другого оружия и массового уничтожения президента, который каким-никаким он авторитарным бы ни был, но все-таки никакого терроризма, никакого ИГИЛ в то время не существовало. ИГИЛ появился после вторжения США в Ирак, об этом, кстати, совсем недавно бывший премьер-министр Великобритании, который поддерживал Джорджа Буша в этой интервенции, Тони Блэр, прямо сказал, ИГИЛ возник после интервенции в Ирак в 2003 году. Ну и одним из результатов этого вторжения американского было желание все переделать по своему разумению, и разумение это было очень примитивным. Взяли и выгнали всех суннитов, которые при Саддаме Хусейне были правящей группой мусульман в Ираке, хотя и в меньшинстве, и передали все функции шиитскому большинству. А сунниты были выброшены из армии, из служб безопасности, из полиции, из всех маломальски значимых силовых ведомств, да и не только силовых ведомств. И они оказались без работы, а это в большинстве своем были люди, которые прекрасно умели обращаться с оружием и мало что еще умели. Сейчас костяк вот этого самого исламского государства – это бывшие офицеры армии Саддама Хусейна, которые ничего общего не имеют с идеологией исламизма, радикализма, экстремизма, но их наняли на работу. Наняли на работу те, кто манипулирует общественным сознанием и апеллирует к религиозным чувствам, и, конечно, апеллирует к таким лозунгам, как необходимость восстановить справедливость. Арабские страны предстают как жертвы, жертвы того, что западная цивилизация игнорирует их интересы, что внутри общества есть огромная проблема нищеты, недоразвитости, отсутствия доступа к образованию, и под этими лозунгами молодежь вербуется для того, чтобы участвовать в террористических бригадах, а то и просто надевать пояс шахида. Это, по примеру, как абсолютное игнорирование этнического и конфессионального, межрелигиозного, если хотите, состава иракского населения привело к фатальной ошибке. И страну, в которой был авторитарный режим, но была полная стабильность, была предсказуемость, и все вопросы, связанные с подозрением про оружие и массу уничтожения, были урегулированы, просто превратили в государство на грани развала, каковым сейчас Ирак и является, хотя мы всячески стремимся помочь иракскому обществу, прежде всего, подавить угрозу терроризма, а во-вторых, восстановить свое единство. Для этого необходим межнациональный диалог, чтобы и суниты, и шииты, и курды, если мы говорим о многообразии, чувствовали себя комфортно. То же самое произошло, когда состоялась агрессия против Сирии путем натравливания на законное правительство террористического интернационала в лице ИГИЛ, но уже не только, и Джабхат Ан-Нусра, и многие другие группировки, которых наши партнеры считают, такой приемлемой оппозицией, регулярно блокируются с Джабхат Ан-Нусра, осуществляют совместные операции, примеров тому множество, если будет у вас интерес, можно будет об этом поподробнее рассказать. Но опять же, ведется война, которая обрела конфессиональные измерения, потому что Асад представляет собой суниты, которых, да, большинство в Сирии, но они были традиционно не у власти. И сейчас под этим соусом, под этим предлогом пытаются опять же использовать вот этот вот раскол внутри ислама на сунитов и шиитов для того, чтобы свергнуть неугодный режим. Права меньшинств, права большинства – это все очень важно. Решать это необходимо ни войной, ни свержением сунитами шиитов и шиитами сунитов. В Ираке шииты свергли или ради свержения сунитов привели к власти шиитов, а в Сирии пытаются ради свержения Башара Асада привести к власти сунитов. Межнациональные проблемы, наверняка здесь много специалистов, которые больше в этом разбираются, чем я, можно решать только через диалог, только через поиск согласия. И Сирия, конечно, она состоит не только из мусульман-шиитов и мусульман-сунитов. Это колыбель христианства. Вообще Ближний Восток – это колыбель христианской религии. Ближний Восток – это место, где тысячелетиями сосуществовали три великих мировых религии – ислам, иудаизм, христианство. И происходящее там сейчас реально грозит разрушить этот баланс, который при всех кровопролитнейших войнах, при том, что случилось в результате крестовых походов, этот баланс всё-таки сохранялся. И если наша просвещенная эпоха будет свидетелем разрушения этого баланса, это будет позор на все наши головы. И число христиан стремительно сокращается. В Сирии, в Ираке их стало на порядок меньше. И эта тенденция должна быть остановлена. Мы вместе с нашими коллегами, кстати, из Ватикана в том числе, проводим серию мероприятий, чтобы привлечь внимание к недопустимости христианофобии. В рамках Организации по безопасности сотрудничества в Европе принято решение, и созданы специальные докладчики по проблемам христианофобии, исламофобии и антисемитизма. И только равным отношением к религиям, к национальностям можно сегодня решать какие-то, да любые проблемы по большому счёту. Если говорить о том кризисе, который сейчас сопряжён с мигрантами в Европе, это тоже сторона, одна из сторон той же самой проблемы. Когда мигранты сначала пытаются адаптироваться, у них это не очень получается, и западное общество, западноевропейское общество на каком-то этапе, когда пошли первые волны трудовых мигрантов, когда ещё не было мигрантов, беженцев, спасающихся от конфликтов, тогда Европа пыталась воспользоваться американской концепцией плавильного котла, мол, вот все живём вместе, переженимся, детей нарожаем, и будем все как одно единое целое. Не получился в Европе плавильный котёл. В Америке, кстати, этот плавильный котёл даёт пока протечки регулярные, то, что сейчас происходит с насилием полицейских против чернокожих и с ответной реакцией чернокожих против правоохранительных структур, это такой серьёзный звонок, об этом уже и президент Обама был вынужден публично говорить, это ещё предстоит американцам осмыслить. Вот и в Европе тоже не получилось плавильного котла, мигранты по большей части селились компактно, воспроизводились в своём кругу, смешения браков было относительно немного, и после этого европейцы придумали другую концепцию, концепцию мультикультурализма, которая предполагала, что вот, ну, мигранты, которые приехали в Европу, они живут как бы своими общинами, ну, и пользуются какими-то определёнными правами на свой язык, на свои традиции, тоже не сработало. Не сработало прежде всего, по моему убеждению, из-за того, что стремилась европейская элита проводить такую политику, ложно понятые политкорректности. Один пример. Когда лет 15 назад, я уже не помню, Европейский Союз решил разработать Европейскую Конституцию, этим занималась комиссия, которую возглавлял бывший президент Франции Жаскар Дестен. И Конституцию в итоге не смогли принять, но приняли Лиссабонский договор, который сейчас тоже подвергается испытаниям. Но когда речь была о Конституции, Жаскар Дестен абсолютно без всяких колебаний в проекте, который он готовил для рассмотрения европейскими странами, записал «Европа имеет христианские корни». Когда это стали обсуждать, у многих возникли сомнения, как же так, это неправильно, в Европе сейчас живут и мусульмане, и представители других религий, и да, Европа, конечно, складывалась на основе христианства, но мы же теперь открыты для всех других конфессий, это было, по моему убеждению, колоссальной ошибкой. Потому что, как только ты, да и вообще стали говорить, не очень правильно, как бы бравировать тем, что ты христианин, и вообще показывать, что ты принадлежишь какой-то религии, стали, если вы помните, даже запрещать изображение креста на общественных зданиях, на школах, рекомендовали гражданам не носить крест таким образом, чтобы он был на виду. Мое глубокое убеждение, что как только ты забываешь о своих корнях, нравственных, духовных, тут же или скоро тебе становятся безразличны и духовные корни, и нравственные ценности других. Поэтому то, что сейчас происходит, исламофобия в Европе набирает силу. Мигрантов обвиняют в абсолютно неприемлемом поведении, и вы видите, как эти обвинения подтверждаются фактами, но одновременно пытаются эту проблему замести под ковер. А происходит обратная реакция. Мигранты ведут себя так, как они хотят, потому что нравственные ориентиры утеряны, и их не хотят возрождать, о них считается стыдным упоминать, ну и в ответ они получают исламофобскую реакцию. Так что, я думаю, я здесь остановлюсь своим вступительным словом, потому что можно долго на эту тему рассуждать, приводить примеры, но мне кажется, будет правильно, если мы с вами интерактивно пообщаемся, и мне хочется и вас послушать, и узнать, какие вопросы вас интересуют. А я постараюсь отреагировать максимально откровенно. Сергей Иванович, спасибо огромное. Во-первых, мы знаем ваш график работы, и он действительно очень плотный. Еще раз благодарим за то, что вы нашли возможность приехать к нам на форум, послушать вопросы ребят. Спасибо большое. Наш форум проходит уже третий год по поручению президента. Мы его делаем совместно с общественной палатой. У нас у каждой смены есть партнеры. Партнеры этой смены, специалистов межнациональных отношений. У нас Федеральное агентство по делам национальностей. Такая смена проходит впервые. И действительно, много ребят, много вопросов. Форумы наши есть не только здесь. По всей стране более 15 форумов проходит такого рода. И не только наши ребята приезжают на такие форумы, но и иностранные участники с удовольствием приезжают на наши форумы и включаются в такое профессиональное сообщество. И вот мне кажется, был бы правильным первый вопрос дать форуму, который проходит, по теме форума, который проходит параллельно сейчас в Крыму, форум по Таврида. Пожалуйста. Ребята прислали мне, что вопросы хотят задать по Тавриде. Пожалуйста, вопрос по форуму Таврида. Да, пожалуйста. Передайте микрофончик, да, вот в центре. Пожалуйста. Добрый день, Сергей Викторович. Меня зовут Петр Олесов. Я из республики Саха-Якутия. Как вы знаете, сейчас параллельно с нами идет форум Таврида, где мне посчастливилось быть участником на первой смене. И вот, который год туда приезжают иностранные участники, в том числе из так называемых санкционных стран. Мы никаких противоречий не находим, общаемся, находим общий язык, в том числе и на других молодежных площадках. Но, когда молодые люди взрослеют, происходят какие-то напряженные отношения, также в отношении с этими пресловутыми санкциями. Как вы думаете, почему, из-за чего это? Спасибо. В смысле, почему санкции против нас применяют? Я хочу, правда, понять, я не очень уехал. Появляется вообще напряженность в отношениях, в общем, в том числе по отношению с этими пресловутыми санкциями? В том числе. Я так понимаю, ты... А, все понял, 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 понял. Ну, как пел Высоцкий в известной песне, значит, нужные книжки ты в детстве читал, если ты остался человеком. А если у тебя выработались какие-то конфронтационные подходы к жизни, установки свои собственные конфронтационные, значит, не дочитал нужных книжек, либо вообще ничего не читал, учитывая, что сейчас электронный век. Но если... Вы знаете, одну причину, наверное, единственную причину найти невозможно. Каждый человек по-своему развивается как личность и воспринимает происходящее по-разному. И главное, наверное, то, что каждый человек по-разному восприимчив к пропаганде. Потому что вот то, что происходит конкретно с санкциями, безусловно, это явление в решающей степени созданной пропагандой, демонизацией России, обвинением во всех грехах. Вот посмотрите, та же ситуация с Крымом, с тем, как это все произошло. Нас просто обвиняют в том, что мы аннексировали территорию суверенного государства. Ни много, ни мало. Абсолютно отказываются принимать легитимность референдума, который там прошел. Хотя те европейские политики, а их было немало, которые честно подходят к проблемам сегодняшнего дня и которые поехали смотреть, как будет этот референдум организован, они в один голос сказали, что там не к чему было придраться. А то, что нам говорят, вы знаете, надо было бы пару месяцев подождать, надо было подготовиться хорошо, надо было вот это ОБСЕ пригласить, потому что они за одну неделю не приезжают, они должны за 90 дней приехать и объяснить, как все устраивать. Это, знаете, абсолютно циничная позиция тех, кто закрывает глаза на генезис этой проблемы. 21 февраля 2014 года подписывается соглашение между президентом Украины и ведущими оппозиционерами, которые сейчас при власти. Соглашение засвидетельствовали, поставили под ним свои подписи министры иностранных дел Германии, Польши и Франции. Наутро это соглашение было растоптано и сказали, ну, знаете, Янукович вот исчез. А на самом деле он поехал на съезд своей партии в Харьков. Но даже если бы он уехал, я не знаю, куда-то еще, просто сказать переворот государственный, ну, наверное, но президент-то исчез. И посмотрите, как сейчас реагировали на попытку государственного переворота в Турции. Тут же все сказали, только соблюдать конституцию, только в рамках закона. Почему же украинский президент не достоин такого же отношения, как президента других стран, которых пытаются свергнуть? Даже в Йемене полтора года назад был переворот. Президент, кстати, убежал за границу в Саудовскую Аравию. Его до сих пор требуют вернуть в этот Йемен. А Янукович не требует вернуть. Причем в Йемене и в Турции никакие западные страны не подписывались под какими-то соглашениями. А в отношении Украины и немцы, и поляки, и французы подписались под тем, о чем договорилась оппозиция с президентом. А наутро даже не смогли публично сказать, что это плохо, что оппозиция нарушила свои обязательства, и нужно вернуться к тому, о чем было договорено. Но уже 22 февраля, когда этот переворот произошел, в Харькове проходил съезд народных депутатов Украины всех уровней, и Верховной Рады, и местных законодательных собраний, это были Юго-Восточные области, и депутаты Крыма, и Севастополя. Они приняли единогласное решение о том, что они не согласны с незаконным антикондиционным переворотом, и до тех пор, пока не будет восстановлена конституционная власть и конституционный порядок, они, депутаты, избранные украинским народом в разных регионах, берут на себя всю полноту ответственности за положение на Юго-Востоке Украины, а также в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе. Это все, что они сделали. Они никакие не поднимали народное ополчение, чтобы брать штурмом Киев и свергать путчистов. Они просто сказали, вот мы, живущие здесь, через избранных нами депутатов, не принимаем переворот государственный и будем отвечать за покой, порядок и организацию жизнедеятельности на этих территориях. Тут же, через несколько дней, новые власти, которые пришли в Киев в результате вооруженного переворота, дали команду правому сектору и еще паре подобных экстремистских организаций взять здание Верховного Совета Автономной Республики Крым. Дмитрий Ярош, который возглавил правый сектор, в те же дни сказал, русский в Крыму никогда не будет украинцем, поэтому он должен быть либо уничтожен, либо изгнан из Крыма. Потом туда были направлены боевики, которые всерьез пытались захватить здание Верховного Совета Крыма, им это не позволили. А потом туда поехали так называемые поезда дружбы, которые боевики правый сектор направляли с тем, чтобы устроить там насильственный захват власти. И как вы думаете, в такой ситуации можно было приглашать ОБСЕ за 90 дней, спрашивать о них, где лучше поставить избирательные урны, да ничего подобного. Крым был реально под угрозой захвата террористами и экстремистами, которых новая власть в Киеве всячески использовала для того, чтобы совершить то, что она совершила. И поэтому, когда референдум прошел, когда было ясно, что крымское население просто было под прямой угрозой захвата и лишения всех и всяких прав. И мы не могли, Россия не могла, ни президент России, ни парламент России не могли по-другому отреагировать, когда по итогам референдума к нам обратились с просьбой о том, чтобы Крым воссоединился с Россией. И это произошло. И здесь опять же очень важно иметь в виду межнациональный аспект и национальный вопрос. Крымский полуостров, пока он находился на Украине, ну вы знаете, как он там оказался, тоже это было незаконное решение, волюнтаристское решение Никиты Хрущева, но пока он находился уже в независимой Украине, не было сделано ничего для того, чтобы улучшить жизнь для населения Крыма, включая крымских татар. Вообще крымско-татарский вопрос использовался всеми президентами независимой Украины для того, чтобы ситуацию так немножко держать в напряжении и для того, чтобы, если говорить честно, теперь это уже понятно, противодействовать сохранению Крыма в качестве земли, политой кровью русского народа наряду с другими народами. Когда Крым воссоединился с Россией, один из первых актов нашего государства, указ президента, которым установлены были три государственных языка в Крыму, русский, украинский и крымско-татарский. Был принят указ о политической реабилитации крымско-татарского народа. Украинская власть за 20 с лишним лет правления в Крыму не удосужилась этого сделать. И была принята федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя, которая нацелена на то, чтобы обеспечить гармоничное развитие всех народов, которые населяют Крым. Поэтому, когда сейчас говорят о необходимости прекратить оккупацию Крыма, когда этот вопрос постоянно наши украинские соседи вбрасывают по поводу и без повода, это выглядит просто лицемерно. Тем более, что Крым – это открытая территория, туда любой может приехать, и те, кто хочет сдать правду, а не просто довольствоваться лозунгами, те приезжают, и те убеждаются, что вся вот эта пропаганда, она выеденного яйца не стоит. Поэтому здесь, понимаете, вот, наверное, ответ на ваш вопрос, я прошу прощения, что такой экскурс в историю в недавнюю сделал, но ответ на ваш вопрос заключается в следующем. Когда вы, молодые люди разных стран, общаетесь друг с другом, вам вместе хорошо, вы чувствуете какую-то взаимную приязнь, симпатии, наверное, надо просто не расставаться, когда заканчивается смена. Тем более, что сейчас это делать легче, чем когда был первый фестиваль молодежи и студентов в Советском Союзе еще в 1957 году. Тогда участники фестиваля обменивались адресами и письма друг другу писали. И все равно, даже вот при таких, теперь уже ясно, допотопных методах коммуникаций дружбу сохраняли, потом встречались, а сейчас с современными средствами это можно ежедневно делать. И, мне кажется, просто напоминать о том и делиться своими оценками. Они разъехались, а потом им говорят, а вот вы знаете, вы там были, все было хорошо, а теперь там стало плохо. Я упрощаю. Но другого способа нет. Мы не сможем никогда выдумать какое-то решение, которое будет принято раз и навсегда в ООН, и все будет так, как должно быть, а не будет подвержено двойным стандартам и попыткам спекулировать на том или ином вопросе. Спасибо большое. Ребята, давайте вот, мы выполнили просьбу ребят, которые ставриды. Давайте теперь вот с левой стороны пойдем и вот каждому сектору дадим вопрос задать. Ну вот давайте с левой стороны, здесь же красная табличка, там «Золото тюрков». Это форум, который мы проводили буквально недавно с Федерального агентства по делам национальности. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Мирпатихов Лейсан, город Уфа. Еще в апреле я была участником международного форума «Золото тюрков». И там мы узнали про ценности, про традиции тюркских народов. Сергей Викторович, как Вы считаете, может ли наша Россия стать центром тюркского мира? Знаете, вообще мне очень приятно, что первый вопрос был задан молодым человеком из Якутии, где я в 71-м году три месяца работал в стройотряде, а в Уфе, вообще в Башкирии, я много лет проводил отпуск на речке Белой, Агидель. Так что здорово, что... Знаете, у нас есть тюркоязычное население, есть культура тюркская, которая никуда не исчезает, и как и любая другая культура любого народа Российской Федерации, она пользуется защитой государства. Я не знаю, может быть, каких-то деталей, но есть организация, которая... Международная организация, которая объединяет тюркоязычные народы. Она называется Тюрксой. В ней участвует целый ряд российских регионов, включая Башкирию. Она включает также в себя... Это инициатива Турции была в свое время. Включая другие туркоязычные страны, бывшие республики Советского Союза, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, и соответствующие российские регионы в этом участвуют. Есть также... Эта вот организация, о которой я сказал, Тюрксой, она в основном посвящена культуре, языку, гуманитарному сотрудничеству. А есть межгосударственная организация, Совет сотрудничества тюркских государств, куда Россия уже не входит, потому что это надо, чтобы доминирующее население было тюркским. Но я не вижу проблем с тем, чтобы мы и к этой организации присоединились, потому что, скажем, организация исламской конференции, бывшая, что она называется, организация исламского сотрудничества, Россия там стала наблюдателем, потому что у нас мусульмане не доминирующая группа населения, но 15 миллионов, как минимум, это тоже немало. И по правилам этой организации в нее можно вступать в качестве наблюдателя вот при наличии большого сегмента мусульманского населения. Если Совет сотрудничества тюркских государств примет решение о том, что к нему можно присоединяться и странам, где тюркское население есть, но не доминирует, я думаю, мы с удовольствием это рассмотрим. Тем более, что это было бы, наверное, интересно и полезно с точки зрения необходимости подчеркнуть, что тюркоязычные народы не изолируются внутри себя, а они со своей богатой культурой открыты для общения со всеми другими культурами и цивилизацией. Спасибо большое. Давайте к среднему сектору перейдем. Сергей Иванович, вы можете и сами вопрос, если вам какой-то нравится, подсказать, выбрать. Нет, 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 пускай. Ну, тут сложно просто столько рук. Давайте, вот у нас была девушка, давайте вот молодому человеку из центра дадим вопрос. Вот, пожалуйста. Не увидел, у вас просто знак вопроса. Пожалуйста, передайте мне капитан. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я из Ростова-на-Дону. Я представитель философского филето и философского образования. Сергей Викторович, скажите, нужно ли дипломату понимать народ, с которым он работает, его проблемы, интересы и ценности, и как этого добиться? Зарубежный народ, вы имеете в виду? Для дипломата, прежде всего, надо понимать свой народ. Это уж точно, потому что если... АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что иначе ты будешь плавать в своей профессии. И это, знаете, было большое заблуждение еще в советские годы. Вот дипломаты, голубая кость, каста, и вот они где-то там витают в своих заграницах. Был такой элемент в советской дипломатии, что, ну как бы вот это особая отрасль деятельности, решение принимало политбюро, и потом эта дипломатия осуществлялась. Помогало то, что все члены партии, правительства, которые занимали руководящие посты, они, конечно, все выходили из народа и представляли себе интересы народа, но это очень часто постепенно превращалось или трансформировалось в интересы государства. И государство у нас, как вы помните в советском, наверное, вы не все помните, конечно, оно все-таки больше думало о безопасности именно государства, а не о не обеспечении прав, свободы и интересов каждого конкретного человека. Сейчас ситуация другая. и внешняя политика другая. Тогда был блок советский, был блок натовский, и было понятно все, просто вот это противник, и надо противнику доставлять как можно больше неприятностей, но до определенного лимита, потому что черту, красную черту мировой войны, никто переходить не хотел, и этого не было, кстати, сделано. но тематика прав личности, свобод личности, разговор о том, что внешняя политика должна максимально учитывать необходимость делать так, чтобы не просто твое государство крепло, как государство, а чтобы людям в этом государстве жилось легче и лучше. Этого не было. Сейчас, после того, как рухнули все стены, хотя далеко не все, как выясняется, потому что НАТО пытается виртуальные стены и разделительные линии возводить, но тем не менее, идеологического противоборства нет, нет лобового столкновения, а вкупе с появлением абсолютно фантастических по тем временам средств связи и коммуникаций делать внешнюю политику как-то кулуарно, закрыто от людей, просто невозможно. Ну и у нас, определяемая президентом Путиным внешнеполитическая линия прямо предусматривает, что наша задача добиваться создания максимально благоприятных внешних условий для развития страны, для удовлетворения нужд, интересов граждан экономических, культурных, туристических и каких угодно. Поэтому, да, и, конечно же, если ты работаешь с партнером из другого государства, из другой страны, в которой такие же существуют задачи, не всегда это бывает легко, потому что ну вот интересы не вполне совпадают, и наши партнеры порой хотят использовать вот эту очеловеченную, если можно так выразиться, внешнюю политику, внешнюю политику, которая обязательно должна концентрироваться на конечном результате, а конечный результат должен ощущаться нормальными, простыми людьми. очень часто вот этот фактор пытаются использовать как рычаг давления. И начинают, знаете, идеально было бы как, вот давайте решим проблему той же самой Сирии, давайте решим проблему Ирака или Ливии, объединимся, уничтожим террористов и организуем свободные выборы, и потом оставим их в покое. У наших партнеров немножко другая позиция. Они говорят, ну вот, наверное, объединиться можно против терроризма, вот Джон Керри недавно приезжал, но сначала надо договориться, что Асада мы убираем. Мы говорим, почему? Ну он диктатор, и 80% населения его не приемлют и выступают против него. Мы говорим, хорошо, тогда давайте организуем прям вот срочно сейчас вот наведем порядок в борьбе с терроризмом и тут же организуем свободные выборы, пускай эти 80% населения его убирают демократическим путем через голосование. Нет, нам говорят, вы знаете, это долго, там надо будет полгода готовить выборы или год, а надо прямо сейчас. Почему? Никто не знает. А кто будет вместо Асада? А кто гарантирует, что вот сейчас вы его каким-то образом уберете и не произойдет то же самое, что произошло в Ливии? Где тоже был авторитарный лидер, но которого не любили, но при котором не было никаких террористов вообще, да, он там тоже какие-то жесткие порядки наводил, но экономически и социально они процветали. Там полубесплатный бензин, бесплатная учеба в любом учебном заведении, ну да, огромные деньги у них были, народа не очень много, а нефти полно. И вот убрали его, Ливия превратилась в рассадник терроризма, в страну, через которую на юг в Африку идут боевики и оружие, а на север идут те самые эмигранты, которые Европу беспокоят. и сейчас все вот мучаются, потому что Ливия как единое государство сейчас не существует, там три как минимум региона, которые между собой не могут договориться, и то же самое в Ираке. Понимаете, в американцев есть пословица «Если не сломано, не чини». Ирак был не сломан, Ливия была не сломана, Сирия была не сломана, стали чинить. Вот получилось то, что получилось, и сейчас, когда европейцы говорят, вы знаете, вот для того, чтобы кризис с мигрантами урегулировать, чтобы этот поток остановить, надо навести порядок в странах исхода, то есть в странах, откуда эти мигранты пришли. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Йемен. Везде попытки вмешательства, причем такого силового, грубого, вылились в то, что мы сейчас имеем. И везде можно было бы просто через диалог, через вовлечение в разговоры вот этих авторитарных лидеров более-менее превращать в партнеров и уже через уговоры, если хотите, через достижение компромиссов решать проблемы этих обществ, причем опираясь на воле изъявления населения. А решать проблемы этих обществ, наши западные коллеги пытались так, как они привыкли жить и считали, что все так должны жить. Поэтому ответ на ваш вопрос бесконечный. Как учитывать интересы народов, тех стран, с которыми приходится вести дипломатические отношения. Но если очень коротко, надо уважать исторические традиции, культурные традиции этих народов, уважать их жизненный уклад, их мировоззрение. Спасибо большое. Ну давайте по очереди, здесь спросили, давайте здесь с первых рядов было, там вот из последних такая яркая табличка нео, да, у вас написано что-то такое. Здравствуйте, Алексей Заруцкий, Иркутск. У меня такой вопрос, в последнее время возрастает волна неонацизма и неофашизма, особенно печальный этот вопрос, потому что это происходит в странах и бывших победительницах этого явления. Скажите, как вы считаете, кто заинтересован в этих процессах? Вот такой вопрос. Спасибо. Кстати, прошлым летом был на Байкале в очередной раз с огромным удовольствием. Это очень важный вопрос, который вы подняли, потому что казалось, после победы во Второй мировой войне Европа, да и Америка и весь мир сделали правильные выводы. был созван Нюрнбергский трибунал. Кстати, осенью будет 70-летие приговора Нюрнбергского трибунала отмечаться, мы планируем целый ряд событий. Нюрнбергский трибунал вынес решение, которое не подлежит к какому-либо отводу или сомнению. Был принят Устав Организации Объединенных Наций, в которой черным по белому записано, что все, что сделали державу победительницей является вечным и нерушимым. Но, к сожалению, сейчас вот эта прививка от фашизма, от расизма в такой уродливой форме, эта прививка постепенно проходит. И мы делаем все, чтобы нынешние поколения, да и следующие поколения никогда не забывали о той страшной войне и о том, кто спасал мир, а кто пытался подчинить весь мир своей воле. То, что в цивилизованных европейских странах поднимают головы неонацисты, это факт. Мы об этом говорим постоянно с нашими европейскими партнерами, прежде всего указывая на то, что происходит в Латвии, в Эстонии, где ежегодно проводятся марши ветеранов в АФНСС, в том числе с подключением периодически членов правительства, членов парламента. то, что это Евросоюзу не доставляет комфорта, это факт. Но они, к сожалению, в плену своей так называемой солидарности и пытаются ублажать вот эти республики прибалтийские, объясняют нам то, что у них, понимаете, у них такое прошлое было, у них фобии остались после того, как они были в составе Советского Союза. Они сейчас самоутверждаются, но если самоутверждение происходит за счет попустительства возрождению неонацизма, это нас очень сильно тревожит, и это уже не просто внутреннее дело Евросоюза, как они пытаются это представить. Ежегодно на Генеральной Ассамблее ООН России с очень большим количеством соавторов, несколько десятков соавторов, мы вносим резолюцию о недопустимости героизации нацизма и любых старых, новых, обновленных форм ксенофобии, нетерпимости, человека-ненавистничества, расовой дискриминации. Подавляющим большинством голосов Генеральной Ассамблеи каждый год подтверждает эти принципы. К моему огромному сожалению, Евросоюз воздерживается практически единогласно, они придумали такую вот форму, что они солидарны друг с другом, воздерживаются. На вопрос почему, они говорят, ну потому что это вот не очень комфортно для наших прибалтийских членов, для стран Прибалтики. В этой резолюции нет названия ни одной страны, ни Латвии, ни Эстонии, ни Литвы, вообще никого. Просто сказано, что вот возрождение фашизма, героизация гитлеровцев, она неприемлема в современном мире. Как можно по такой резолюции не голосовать за, объяснить нам они до сих пор не могут. Но им, я это вижу, большинству наших европейских партнеров, которые вот так вот голосуют, воздерживаются, им стыдно. А против голосуют традиционно Соединенные Штаты и, по-моему, одна из маленьких островных государств в Тихом океане. США просто ссылаются на свободу слова. Это печально, но это факт. И, к сожалению, вот эти геополитические игры, когда любой вопрос, в том числе такой святой вопрос, как недопустимость повторения трагедии становятся предметом, знаете, вот этой игр с двойным, игр с нулевым результатом. А вот русские, если эту инициативу выносят, и эта инициатива будет принять, значит, русские получат какие-то очки. Вот этот менталитет, он ужасен просто. Но бороться с ним очень тяжело, потому что предрассудки, предвзятость по отношению к нашей стране, желание не допустить вообще ее укрепление в какой бы то ни было сфере, просто потому что мы никогда не будем послушными учениками демократов так называемых, которые демократизируют все и вся по своим лекалам с результатом, о которых вам известно. Я упоминал результаты на Ближнем Востоке, на Севере Африки, но эти же демократические страны бомбили Югославию, они же поддерживали переворот на Украине, да и многое другое, что происходит на постсоветском пространстве негативного, это прямо связано с их устремлениями. Так что, к сожалению, жизнь жестче, чем идеальные схемы, и помимо нормальной конкуренции, которая должна быть всегда и внутри страны, и за ее пределами, есть конкуренции недобросовестные, мы это сейчас наблюдаем в самых разных ипостасях, включая, кстати, вот эти допинговые скандалы. Но жизнь борьба, и надо продолжать бороться, тем более, что мы свою правоту отстаиваем честно и не пытаемся жульничать. Спасибо большое. Ну давайте по очереди, теперь сюда. Ребята, вы меня простите, я понимаю, что все хотят задать вопрос, но давайте справа вот с самого девушка у вас с российским флагом. Сергей Викторович, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Девушки не уступили, ладно, хорошо. Меня зовут Андрей, я из Воронежа. У меня вопрос следующего характера. Самые разные, некоторые из международных сил стараются как можно побольнее ударить Россию из-под тяжка, использовать для этого самые разные инструменты. Нас не сломит, но все равно неприятно. И вопрос такого характера, что простить можно, а что уже простить нельзя. И проиллюстрировать это на примере Турции, ну и в целом из истории. Спасибо. Знаете, вообще и христианство, и другие великие мировые религии учат прощать, уметь прощать. Безусловно, это не абсолютная данность. Прощать можно людей, которые раскаялись и готовы открыть новую страницу. Тех, кто не раскаялся, их можно прощать просто внутри себя, не возобновляя с ними каких-либо отношений. Но это категория нравственная, а, к нашему огромному сожалению, нравственность во внешней политике сегодня в загоне. И какой-то такой, понимаете, период какой-то остервенелости в том, чтобы не дать состояться демократизации международных отношений. хотят сохранить международные отношения вот в таком колониальном режиме, когда один центр, Запад, во главе с Соединенными Штатами, диктует все и вся. Примеров тому множество, я не буду их перечислять, это и то, что касается интеграционных процессов, там, так называемое трансатлантическое, транстихоокеанское партнерство, это касается и военных блоков, это касается категорического отказа сделать принцип неделимости безопасности юридически обязывающим, как вы знаете, мы давно за это выступаем, внесли проект соответствующего договора о европейской безопасности, которым гарантировалось бы, что все страны, входящие в НАТО, входящие в организацию договора о коллективной безопасности, нейтральные страны, все они имеют одинаковую безопасность и безопасность ни одной из этих стран не может быть обеспечена за счет ущемления безопасности любой другой из этих стран. Вот такой договор, если образно его описать, мы предложили и сделать этот принцип юридически обязывающим. Нам ответили, нет, юридические гарантии безопасности мы будем давать только членам НАТО, тем самым создается такое напряжение, за этим явно скроется попытка вовлекать в НАТО все больше стран, отрывать их от сотрудничества с Россией. Чем это заканчивается, мы тоже видели, 2008 год, Бухарест, саммит НАТО, принимает решение, после долгих споров, спорили о том, направлять ли официальные приглашения Грузии и Украине, чтобы они начали уже программу присоединения к НАТО. Формального юридического решения не приняли, а там у них надо принимать именно юридическое решение. Но компенсировали это такой политической фразой в итоговом документе. Страны НАТО уверены, что Грузия и Украина будут в НАТО. Это был апрель 2008 года. Уже в августе 2008 года господину Саакашвили от такого обещания снесло голову, и он отдал преступный приказ начать обстреливать цхенвал и миротворцев российских, осетинских, которые там стояли с мандатом организации по безопасности сотрудничества в Европе. Вы видели, что получилось. И то, что вот эта натовская подстрекательская фраза Грузии будет в НАТО сыграла свою роль в этом, у меня никаких нет сомнений. Также нет сомнений, что то обещание в адрес Украины, что Украина тоже будет в НАТО, запала в головы не слишком ответственным политикам, и вот сейчас это прорвалось. Они ведь апеллируют к НАТО. Кстати, знаете, что НАТО говорило, когда начинался Майдан, вот еще декабрь, январь и февраль. НАТО устами своего генерального секретаря господина Расмуссона требовало от Януковича ни в коем случае не применять армию против собственного народа, против демонстрантов на Майдане и где бы то ни было еще. И он эту армию не применял. Там была полиция, там был Беркут, но практически на них нападали чаще, чем они пытались навести порядок. А вот когда произошел госпереворот на Украине, когда была объявлена антитеррористическая операция против тех регионов, которые не приняли антиконституционный переворот и которые повторяющий раз просто сказали оставьте нас в покое, мы хотим сами заниматься своей жизнедеятельностью, пока ситуация не урегулируется. Они никакие войска ни на кого не направляли. Их объявили террористами, против них объявили антитеррористическую армейскую операцию, плюс там эти националистические батальоны, которые до сих пор не урезонены и занимаются экстремистскими делами. Но когда вот эта антитеррористическая операция была украинской новой властью объявлена, когда туда была брошена армия, думаете, НАТО повторило то, что оно Януковичу говорило, мы вас призываем не использовать армию против народа, ничего подобного. Они сказали, мы призываем украинские власти для восстановления порядка использовать силу пропорционально. Разницу чувствуете? Кстати, этот Расмусон, который был тогда генеральным секретарем, сейчас он стал работать советником господина Порошенко и в качестве одного из своих первых объявлений, когда приехал на Украину, сказал, дорогие украинцы, я призываю вас провести реформы экономические и усилить борьбу с коррупцией, тогда мы сможем убедить западные страны, чтобы они продолжили санкции против России. Вот менталитет этих людей. И с этим уже поделать ничего невозможно. Нужно все-таки работать с теми, кто поддается нормальному человеческому воспитанию. Спасибо большое. Давайте опять вернемся в ту сторону. Я не вижу, девушка или молодой человек вообще не опускает с самого начала. Яркая табличка СНГ у вас написана. Пожалуйста. Добрый день, Сергей Викторович. Меня зовут Николай Курвяков, Тульская область. Вопрос. Видите ли вы, что евразийская интеграция может дать новый импульс в развитии стран СНГ? Спасибо. Ну, короткий ответ да. Прекрасно. Вмечательно. Тогда в следующий наш сектор переходим. Вот сюда вот в центр. Трудно выбрать. Не знаю. У нас много ребят из НКО. Давайте НКО. вот, пожалуйста. Здравствуйте. Есипов Иван, председатель Евразийской молодежной ассамблеи. Раньше мы были при Межпарламентской ассамблее Евразес. Сергей Викторович, вы очень часто говорите о важности поддержки общественной дипломатии, встречаетесь с некоммерческими организациями, которые занимаются внешними связями. Недавно была встреча с молодежными некоммерческими организациями. Но, скажем, зачастую наши западные партнеры, партнеры, которые находятся за границей, поддерживают молодежные организации, в том числе и финансовые, имеют ежегодное финансирование именно на развитие институтов. В том числе они зачастую взаимодействуют за счет наднациональных институтов. Считаете ли вы возможным финансирование молодежных организаций, работающих на международной арене, налаживающих международные связи, в том числе и за счет наднациональных институтов, поскольку они позволяют обойти очень огромное количество дипломатических барьеров, которые имеют различные государства? Вы имеете в виду финансирование молодежных организаций через наднациональные институты? И поддержку наднациональных молодежных организаций в рамках ЕС и СНГ, таких, так скажем, молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Потому что, к сожалению, молодежные организации, они частично очень плохо работают из-за отсутствия поддержки именно национальных министерств иностранных дел. Прежде всего, я хочу еще два слова сказать на предыдущий вопрос, отвечая, потому что евразийская экономическая интеграция, конечно же, будет способствовать развитию стран СНГ, но этот вопрос, он требует небольшого пояснения. Мы, в отличие от некоторых других государств, не создаем закрытые блоки. Все интеграционные механизмы, которые созданы на пространстве бывшего Советского Союза с участием России, они открыты. Они открыты для членства, для сотрудничества со всеми другими странами, которые в этом заинтересованы. И Евразийский экономический союз провозгласил в своих уставных документах интерес к сотрудничеству с ним огромный. Только что, не так давно, пару месяцев назад, было подписано первое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Это соглашение о зоне свободной торговли. Интерес к аналогичным договоренностям с союзом проявляют другие страны ОСЕАН, да и весь ОСЕАН в целом, и еще пара, тройка, десятков стран, Азии, Латинской Америки, Израиль, кстати сказать. И уже с 12 государствами, помимо Вьетнама, подписаны меморандумы о том, что мы начинаем консультации, еще пять таких меморандумов будут подписаны в самое ближайшее время. это Евразийский экономический союз и его партнеры. Одновременно есть Шанхайская организация сотрудничества, которая объединяет большинство населения и мира, вот теперь, когда Индия и Пакистан на нее вступают, и которая по членскому составу где-то перекликается с Евразийским экономическим союзом, там есть и Россия, и страны Центральной Азии, и есть еще другие государства, которые на большом евразийском континенте расположены. Вот наш интерес в том, чтобы развивать интеграцию с полным использованием преимуществ всех этих структур, и Евразийского экономического союза, и Шанхайской организации сотрудничества, и китайского проекта экономического пояса шелкового пути. Вот между всеми этими процессами уже установлены связи, и мы хотим их гармонизировать и извлечь максимальную выгоду для каждого участника. Плюс недавно в Сочи был саммит Россия-Осеан, на котором президент Путин предложил странам Осеан тоже посмотреть, как они могут подключиться к этому большому евразийскому проекту. Я думаю, у него очень большое будущее. Насчет молодежных организаций, вы знаете, Министерство иностранных дел не финансирует, мы не грантодающие организации, мы являемся учредителями нескольких фондов по решению президента и правительства, которые, в свою очередь, занимаются субсидированием неправительственных структур, прежде всего, я имею в виду фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. они ежегодно получают определенные, ну, скромные, но все-таки бюджетные деньги, и они имеют право привлекать спонсорские средства, и они это делают. У нас немало наших компаний российских занимаются вот такой поддержкой неправительственных организаций. Конкретно по молодежным структурам интеграционных механизмов, это все-таки нужно решать в рамках этих многосторонних союзов и организаций. Я буду только за, но в том, что касается финансирования, здесь МИД не обладает такими возможностями, а вот через фонд Горчакова, если вы просто заявку направите в него, там у них есть определенные критерии, главные критерии, они оказывают грантовую поддержку неправительственным организациям российским, которые работают на международных направлениях. Если вы подпадаете, то обращайтесь. Спасибо большое. Давайте по очереди перейдем сюда, обязательно сейчас вернемся и вам обязательно дадим вопрос. Давайте наверное про Арктику все-таки важный вопрос. Давайте все-таки дадим. У нас такой форум был Арктика. Сергей Викторович, здравствуйте, меня зовут Алтына, я здесь. Я в конце, да. Я представитель Челканского народа, который входит... Чуть-чуть погромче. Сергей Викторович, здравствуйте. Я представитель Челканского народа, который входит в число коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока, и у нас такой вопрос, что часть коренных малочисленных народов, территория принадлежит к Арктической зоне. И есть такое мнение, что на сегодняшний момент Россия соревнует США и Канадой за право отдать Китаю, который, в свою очередь, не торопится брать на себя это право и думает, со временем считает, что он на себя это возьмет. Я знаю ребят, которые проживают в Арктической зоне и вижу, что Россия возвращается в Арктику. И вот у меня такой вопрос, что как вы считаете, кто для России будет партнером по Арктической зоне? Первую часть вы считаете, что мы соревнуемся с США и Канадой за право отдать Арктику Китаю? Да, ну вот за право владения или нахождения в Арктику. Ну, так вот, такое просто как мнение. Вы знаете, если США и Канада свою часть Арктики хотят кому-то отдавать, они сами взрослые люди. Но наша Арктическая зона, это наша Арктическая зона, сейчас ее границы уточняются в плане, в сторону расширения. Мы оформили окончательно заявку дополнительную на пространство континентального шельфа в Арктике. Она сейчас будет, она уже подана в комиссию ООН по континентального шельфа, которая была создана в соответствии с Международной Конвенцией по морскому праву. И заявка будет рассматриваться вот в ближайшие полгода, год. Она у нас очень серьезно, научно обоснованно, к ней подходили, к ее подготовке очень тщательно подходили, и мы будем ее отстаивать. что касается партнеров, с которыми мы в Арктике сотрудничаем, есть Арктический Совет, в который входят пять непосредственно прибрежных стран к Северному Ледовитому океану, еще три страны, которые соседствуют с ними. Арктический Совет это межправительственный орган, в нем сейчас председательствуют Соединенные Штаты Америки, на два года каждая страна председателем становится, и раз в два года проходят министерские встречи, очередная будет в Соединенных Штатах весной следующего года. Эти страны не ведут себя как собака на сене, мол, это все наше, никого не пустим, это не так. При Арктическом Совете есть наблюдатели, по правилам Арктического Совета любая страна заинтересованное сотрудничать имеет на это право, но критерии такого сотрудничества и правила сотрудничества определяют Арктические государства, равно как решения о том, кого принимать в Арктический Совет в качестве наблюдателя, тоже принимаются консенсусом арктическими государствами. Китай является новым Арктическим Совете, и помимо этого Китай заинтересован в том, чтобы взаимодействовать и участвовать в практических проектах, которые страны Арктического Совета реализуют. И мы приглашаем китайских партнеров, наряду с партнером, скажем, из той же Франции, к реализации целого ряда интересных проектов, включая проекты создания мощностей по производству сжиженного природного газа, например. Но, повторю еще раз, сотрудничество и реализация этих партнеров происходит на основе российских законов, потому что это наша часть Арктики, и таковой она и остается. Спасибо большое. Давайте помним, помним, вернемся к вам, помним, помним про вас. Давайте, чтобы все было по порядку, давайте в этом. У нас будет еще в форуме и межконституциональный сегмент нашей образовательной программы. Мне кажется, правильно было бы вот задать, все-таки не было еще вопроса по этой теме. Пожалуйста, вот у вас самым концептом вопрос, да, вот РПЦ, да? У вас табличка. Не совсем вижу, что написано, да? Добрый день, меня зовут Антон, я представляю город-герой Волгоград. У меня возникает такой вопрос, но я в целом хотел поделиться наблюдением, что здесь присутствует очень много представителей разных религиозных конфессий и вообще различных религий. В целом нам это как-то даже помогает совместно работать, находить какие-то общие интересы и так далее. Ну и вообще просто как наблюдение, в целом в России тоже такой проблемы не существует. К примеру, допустим, я являюсь представителем баптистов, но мне не мешает это работать с католиками, с теми же православными, но существует какое-то некое наблюдение, что в целом в мире возникают конфликты между представителями разных религиозных течений и движений. С одной стороны, в целом они являются братскими, но есть какие-то несостыковки и так далее. И в контексте происходит некое такое событие, которое выбивается из этой цепи, это то, что русская православная церковь идет на контакт с римско-католической церковью. И все мы знаем, что была встреча нашего патриарха и папы римского. Я хотел спросить, как вы думаете, почему происходит именно сейчас этот диалог, именно в этом контексте, когда происходят войны или какие-то стычки в этом целом? Ну, короткий ответ, потому и происходит именно сейчас, что всплеск насилия в мире с очень серьезным межконфессиональным оттенком, но в принципе межконфессиональные отношения – это отношения между церквами, между конфессиями, между общинами соответствующими. И государство в них должно, не должно вмешиваться, но должно следить, чтобы те проблемы, которые возникают в этих отношениях, не наносили вреда людям, гражданам. И, если говорить о международных делах, не наносили вреда положению дел в мире. К огромному сожалению, вы абсолютно правы, межконфессиональные трения сейчас обострились. Прежде всего, внутри ислама, как это ни печально, между суннитами и шиитами прежде всего. И как бы символом вот этого противостояния, очень ожесточенного между суннитами и шиитами, являются отношения между Саудовской Аравией и Ираном. И мы в своих контактах, у нас очень добрые отношения и с Саудовской Аравией, и с Ираном, все время пытаемся купить какую-то возможность начать движение в пользу того, чтобы исламский мир возобновил свою сплоченность. Хотя мы знаем о тех различиях, которые лежат в основе суннизма и шиизма, но тем не менее, Саудовский мир имеет свою организацию, организацию исламского сотрудничества. Мы общаемся с ее руководством, предлагаем им подумать о том, чтобы они проявили инициативу объединение мусульманских стран и недопущение того, чтобы эти вот разлады внутренней конфессии становились причиной или поводом, или предлогом для того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Второй срез – ислам-христианство. Я уже на нем останавливался. Это видно и на Ближнем Востоке, и в Европе видно. Если говорить о христианстве, то вы упомянули о том, что русская православная церковь пошла на контакт с римской католической церковью. Я бы здесь все-таки сформулировал, что вот этот вот поиск контакта был взаимным. И он давно уже продолжался, и каждый раз и Папа Римский, и Святейший Патриарх, и предыдущие, в том числе предстоятели этих церквей, были заинтересованы в таких контактах. Но учитывая традиции, учитывая ритуалы и многое другое, было важно его правильно организовать. И вот он был организован к обоюдному удовлетворению, а стимулом к тому, чтобы все-таки ускорить поиск возможности встретиться, была ситуация в мире, на которую все больше и больше влияют межконфессиональные проблемы, в том числе и проблемы, одной из тем, которые они обсуждали, и которая отражена в их совместном заявлении, это практически меры по защите христианства, о чем я тоже уже говорил. Ну и только в исламе существуют противоречия, и в христианстве эти противоречия не только между католиками и православными, но, как вы, наверное, знаете, и внутри православия сейчас не так все гладко. Вот последний всеправославный собор, который прошел на Крите, в нем не участвовало несколько церквей, включая русскую православную церковь, по причине того, что итоговые документы не были согласованы, как это принято в таких ситуациях. Но реальная причина в том, что есть немало желающих вовне православного мира внести раскол, прежде всего, используя кризис на Украине, используя этот кризис и антироссийскую риторику для того, чтобы нанести ущерб позициям русской православной церкви, московского патриархата на Украине, внедряются православные деятели, включая президента Порошенко, в межцерковные дела, что недопустимо, требуют создать единую православную церковь на Украине, то есть, получается, выгнать русскую православную церковь. Такого не допускает ни одна уважающая себя страна, где есть православное население. Это заботит нас всех, это заботит и Вселенского патриарха в Константинополе, в Стамбуле, но, повторю, государство заинтересовано в максимальном примирении и в том, чтобы дела церковные решались полюбовно между самими церквами, а использовались в геополитических играх. Тут у вас иностранцы были, да, Сергей Валерьевич? Были, вот у нас ребята из разных стран, в том числе, вот они даже, по-моему, флаги поднимают, то есть, вот, по-моему, болгарский флаг, тут, да, есть еще вот Грузия, вот разные. Можете сами по флагам какой? Я вот просто вижу взгляд, взгляд этого юноши из Турции, и я не могу на этот взгляд не отреагировать. Дайте, пожалуйста, микрофон в первый ряд. Пожалуйста. Худаяров Шакир, город Саранск, Мордовский государственный университет. Да, как еще раз? Мордовский государственный университет, город Саранск. Пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Владимира Владимировича Путина и Эрдогана в первой декаде августа пройдет, и чего ждет Россия? От этой встречи, что должна сделать Турция, чтобы искупить свою вину? Про прощение мы уже говорили. И как им, что им сделать, чтобы вернуть былое доверие России? Извините, а вы из Турции? Нет. Из Мордовии? Нет. Нет? Да, из Мордовии! Знаете? Еще добавить, в СМИ такая информация была, что российская страна предупредила за два часа Турцию о готовности к мятеже. И можно ли считать, что Россия этим спасла жизнь Эрдогана? Ну, скажу следующее. То, как развивались наши отношения с Турцией и до 24 ноября прошлого года, когда был сбит российский бомбардировщик, и после этого инцидента, хорошо известно об этом многое сказано, мы считаем и объявили об этом публично, что этот инцидент отражает неприемлемое поведение турецкой стороны, кто бы ни стоял за этой акцией совершенно неправомерной, когда бомбардировщик уже без боеприпасов возвращался после антитеррористической операции и был сбит не в турецком воздушном пространстве, а в сирийском. И мы заняли очень твердую позицию, потому что это было фактически нападение, которое мы никакими объяснениями оправдать не можем. У нас вызвало удовлетворение, что в итоге через 7 месяцев, но все же нас турецкая сторона услышала, было получено послание на имя Владимира Владимировича Путина от Реджепа Таипа Эрдогана, в котором были нужные, правильные слова. Это позволило организовать телефонный разговор между двумя президентами, в ходе которого они, как вы знаете, условились поручить двум правительствам приступить к нормализации отношений. Эта работа уже идет. Возобновлены регулярные рейсы, в том числе, которые прерывались из-за террористического, из-за попытки государственного переворота. С сегодняшнего числа регулярные рейсы возобновлены. И в ближайшие дни будут контакты между экономическими блоками двух правительств и другим вопросом. И президенты договорились провести в ближайшее время, в августе, наверное, это состоится, личную встречу. Понимаете, когда вы говорите о том, будет ли восстановлено былое доверие, это очень абстрактная категория. Все зависит от того, как теперь мы будем подходить к взаимодействию и контактам. Причем не только к двусторонним контактам, не только к тому, как мы будем дальше торговать, покупать друг у друга что-то, строить что-то совместно, реализовывать какие-то другие инвестиционные проекты. Но еще многое будет зависеть от того, как мы будем взаимодействовать по регулированию сирийского кризиса. Так получилось, что вот в период после того, как был сбит наш бомбардировщик и соответствующие решения нами были объявлены о замораживании сирийского кризиса, в ходе дискуссий по сирийскому кризису мы предъявили очень много фактов, которые говорят о том, что турецкая территория активно используется для подпитки террористов, для переправки боевиков в Сирию. Эти факты остаются на столе. Сейчас, когда мы возобновили наши отношения, уже трудно будет игнорировать то, что мы предъявили. Мы рассчитываем, что наши турецкие партнеры теперь уже будут отвечать на эти вопросы. Причем, да, и не только отвечать, но и принимать меры к тому, чтобы их территорию не использовали для того, чтобы поддерживать эту братоубийственную войну и поддерживать террористов, которые пытаются достичь своих целей в Сирии, которых совершенно не заботит судьба сирийского государства. Со своим турецким коллегой недавно в Сочи у нас там проходило заседание такой организации, есть организация Черноморского экономического сотрудничества. Мне кажется, что турецкие соседи понимают, что нужно гораздо более доверительно, теперь сотрудничать, тем более, что и в самой Сирии за эти 7 месяцев ситуация серьезно изменилась, и создаются предпосылки для того, чтобы мы там победили террористов и организовали подлинный межсирийский диалог, чтобы только сами сирийцы определили будущее своей страны. Ребят, а давайте мы попросим всех наших иностранных участников, если можно, привстать, а мы им поаплодируем за то, что они до нас добрались, приехали. А привстаньте, все, кто из других стран приехал. Спасибо вам большое. Спасибо. Слышь, ну сейчас, чтобы им точно не ошибиться, вот молодой человек вот в центре стоит, и он сразу за руками начал. Пожалуйста. Пожалуйста. Здрасте. Меня зовут Оливер Мукенди, активист Молодежной Ассамблеи народов Татарстан и президент Союза Африканский студент города Казань. Господи Сергей. Господи Сергей Викторович, у меня вопрос такой. Как вы считаете, влияет ли межнациональные отношения политику и экономику стран или же это только способ манипуляции массами? И второй вопрос про отношения руководства России и увеличение иностранных студентов. Как вы думаете? Первый вопрос, влияет ли межнациональные отношения на экономику и политику, да? Да, да. Ну, знаете, сейчас в нашем мире все взаимосвязано, и когда межнациональные отношения, скажем, внутри одной страны налажены правильно, когда есть межнациональный, межконфессиональный мир и согласие, я думаю, что и экономика развивается лучше, потому что не отвлекаются люди на политиканство, на какие-то противоречия, на их урегулирование. И наоборот, когда межнациональные отношения напрягаются, то происходят и, в том числе, силовые эксцессы, насилие применяется, происходит разрушение, кстати сказать, инфраструктуры. Это всегда плохо для экономики. А что касается, я не помню количество студентов, которые у нас обучаются, но это уже десятки тысяч. И в наших планах эти цифры увеличивать. Причем мне приятно, что помимо многих тысяч государственных стипендий, которые мы предоставляем студентам из разных стран, не меньше, а даже больше студентов учатся у нас за свой счет. Это означает, что качество нашего образования вполне и вполне конкурентоспособлено. Спасибо большое. Сергей Юрьевич, в следующем году в России, Вы уже говорили об этом, пройдет всемирный мир молодежи и студентов. Россия получила это право по поручению президента. Наши национальные советы молодежных и детских организаций, другие молодежные организации подавали заявку. И вот не можем не дать вопрос задать про фестиваль, уже ребята, по-моему, с самого начала тянут. Давайте про фестиваль, пожалуйста. Вот с левой, вот в стороне, да, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Викторович, Республика Коми, город Сыктывкар, Елена. В 1957 году и в 1984 году в СССР прошел, в пятом, да, извиняюсь, в СССР прошел всемирный фестиваль молодежи и студентов. И в 2017 году он приходит снова к нам. У меня к вам вопрос. В геополитической ситуации, как вы считаете и какова значимость этого фестиваля будет для России и для мира в целом? Спасибо. Ну, в вашем вопросе содержится ответ. Я долго могу на эту тему говорить, но это будут очевидные истины. В периоды войн, катастроф и катаклизмов всегда форумы, которые направлены на то, чтобы продвигать изиазное сотрудничество, общение, вообще контакты между людьми всегда востребованы. Так же, как, кстати сказать, востребована и такая разновидность этих форумов, как Олимпиада. И меня просто поразило то, что была занесена рука над олимпийскими идеалами. Кстати, Олимпийская хартия, она совершенно не делит спортсменов по страновому признаку, по признаку национальности, в каком ты государстве живешь. Олимпийские игры – это игры спортсменов. А те решения, о которых мы узнаем, вот вчера и позавчера, они пытаются делить спортсменов на принадлежность к той или иной государственной структуре. Это ошибка большая. И я убежден, что все, ну не все, многие порядочные люди понимают абсолютную искусственность вот того, что происходит сейчас. И осознание вот ошибочности подобных шагов, их пагубности для международных отношений, я уверен, позволит обеспечить совершенно другой подход, другое отношение к фестивалю следующего года. Спасибо большое. Сергей Викторович, ребят, я понимаю, что мы... Один вопрос, вот, товарищ из Грузии. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, Сергей Викторович, от Сулки Замираджа, из Челябинской области, город Магнитогорск. Студент Ранхикс, но у меня, да, естественно, вопрос про Грузию. У меня вопрос. В настоящее время в России нет посольства Грузии как такового. Есть ли же секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии? Каковы перспективы изменения данной ситуации? Можно ли ожидать, что в ближайшем будущем появится посольство Грузии в Москве? А также такой вопрос. Как рассматриваете Грузию как альтернативу Турции и Египту? Приглашаем в гости, так скажем. Спасибо. Вы правы. У нас сейчас не посольство, а секция интересов. И у Грузии в Москве не посольство, а секция интересов тоже при посольстве в Швейцарии. Это сопряжено тем, что грузинское руководство при Михаилу Николаевичу Саакашвили разорвало дипломатические отношения с Россией. А когда дипломатические отношения разорваны, посольство должно закрыться, и открывается секция интересов при посольстве другой страны, которые такую услугу вам оказывают. И тут в Швейцарии обязалось оказать такую услугу Грузии в Москве и нам в Тбилиси. Но все понимают, что физически никто никуда не уехал, просто табличка была заменена с посольства на секцию интересов на тех же зданиях и в Москве, и в Тбилиси. И такую ситуацию можно исправить только одним способом – восстановить дипломатические отношения, поскольку мы их не разрывали. Конечно, ход за нашими грузинскими соседями. Что касается Грузии как территории отдыха со смыслом, я целиком за, я очень люблю Грузию. И, к сожалению, сейчас мы лишены возможности в силу моего официального статуса ездить друг к другу в отсутствие дипломатических отношений. Но у меня много друзей, которые там часто бывают, которые любят эту страну. Наверное, все мы любим эту страну с тех пор, как мы вместе жили в одном государстве. И я уверен, что мы эти все проблемы решим. Уже сейчас чувствуется, что больше здравого смысла в наших отношениях создан канал, который на уровне моего заместителя Григория Карасина и представителя президента Грузии, господина Зураба Абашидзе. Они регулярно встречаются, нащупывают какие-то возможности, позволяющие отношения все-таки нормализовывать. Возобновилась торговля и вкусной продукцией, и вином, и боржоми. Теперь у нас незапрещенный напиток. Мне кажется, это правильная, правильная тенденция. Мы готовы рассматривать обновление регулярных рейсов. Повторяю, все это находится на повестке дня, и вопросы будут решаться, я убежден. Главное, чтобы мы исходили из того, что народы, которые там живут, они должны сами договариваться друг с другом. И надо уважать каждый из этих народов. По-моему, такое понимание сейчас у наших грузинских коллег укрепляется. Ребята, давайте поблагодарим Сергея Викторовича за то, что он нашел возможность в своем плотном графике быть с нами. Сергей Викторович, спасибо вам большое. Ребят, спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, друзья мои, мы с вами еще пока никуда не уходим. Я попрошу вас сесть на свои места. И так, друзья. И так, друзья. И так, друзья. Спасибо.